И кто же основал Аль-Каиду? США. В Афганистане в борьбе против Советского Союза. И не нужно убеждать меня, госпожа Геринг-Эккарс, в том, что то, что происходило тогда, не имеет ничего общего с происходящим сегодня. Вы ненамного умнее. Послушайте меня, я скажу вам, в чем тут проблема. Эти спецслужбы и это правительство всегда считает себя самыми умными. Создают что-то, сами не зная, что из этого получится. Это, кстати, спецслужбы Израиля создали Хамас, как конкурента Организации Освобождения Палестины. Очень умно. Можно сказать, прям удачное решение. И так же было с Аль-Каидой. Мы должны прекратить подобные игры по всему миру, пока не будет поздно. А сейчас я хочу сказать о другом, госпожа Меркель. Вы не сделали вообще ни одного заявления по поводу применения ЦРУ пыток в тюрьмах. Почему нет? Это страшный доклад. Это ужасный доклад. Это ужасно, что способны люди делать с людьми. А вы ничего об этом не говорите? Вы опять играете в молчанку? Интересно, что бы вы сказали бы, если бы такой доклад опубликовали бы о России? Что бы вы сказали, если бы такой доклад опубликовали о какой-нибудь африканской стране? Вы бы сразу призвали к санкциям и ко всему возможному. А о США вы молчите. Прекратите играть в молчанку. Мы всегда должны выступать против пыток. И в Америке тоже. И я вам скажу, что апогеем этого является то, что США еще и сама подписала конвенцию против пыток и не считает нужным ее соблюдать. Я скажу прямо, для США не будет никаких юридических последствий. И я надеюсь, что наш генеральный прокурор проведет необходимые следственные действия и потом предоставит нам результаты. И вы знаете, что происходит то же самое, как в истории с прослушкой. АНБ полностью за нами следит, проводит экономический шпионаж. И что вы против этого предпринимаете? Ничего. Ничего. Я вам скажу, что это умалчание в отношении США долго невозможно больше терпеть. И беспокоит все больше людей в Германии. И теперь о договорах о свободной торговле с США и Канадой. Вы же так защищаете эти договоры, госпожа Меркель. Так объясните же людям, что означает, если вступит в силу запрет на препятствование инвестициям, то, что нельзя будет больше повышать налоги для американских концернов, то, что нельзя будет больше влиять на их действия. Вы делаете политику невозможной. И не забудьте также объяснить нашим предпринимателям, что в Америке даже не знают такого, чтобы перед началом производства продуктов питания, их проверять на безопасность для здоровья потребителей. Они знают только то, что от них могут потребовать компенсацию, если потом окажется, что продукты были вредны. И результатом этого является, что их продукты на 8 лет раньше появятся на рынке, чем продукция наших предпринимателей. Вы хотите условия для наших предпринимателей настолько ухудшить? И еще самое страшное, что частные суды, они отменяют наши законные суды и правовой порядок, они отменяют суды во Франции и в других странах. И это абсолютно неправильный путь. Если вы считаете, что это уже было, то не стоит этого повторять. Уважаемые господа из Европарламента, действительно не стоит. И поэтому я говорю, что это недопустимо. Теперь поговорим о людях, о которых я уже упоминал, которые выходят на демонстрации, которые все меньше уверены в завтрашнем дне. И это еще не все. Также они не уверены в надежности рабочих мест. Они не знают, будут ли они когда-нибудь лучше зарабатывать. Они не знают, как долго они смогут еще платить счета за свет. И это не уверенность, и эти абстрактные страхи и приводят к тому, с чем мы сейчас столкнулись. И я скажу еще раз, мы должны все сейчас начать действовать. И еще, госпожа Меркель, я не могу понять, вы вели себя в начале противоречия России и Украины, можно сказать, благоразумно. А теперь вы стали тем, кто обостряет этот конфликт. Почему же? Неужели вы верите всерьез, и вы тоже, господа из партии СДПГ, в то, что мир и безопасность в Европе возможны без России и против России? Это наивное представление. Когда-то СДПГ под руководством Вилли Бранта разбиралась в этом вопросе намного лучше. И чего же вы хотите добиться? А сейчас я скажу вам, что является большим преимуществом Евросоюза. Большим преимуществом Евросоюза является то, что государства в политике, экономике и в обществе настолько связаны друг с другом, что война между ними невозможна. Поэтому нам нужны хорошие отношения с Россией, чтобы и там любые военные конфликты с Европой были полностью исключены. И иметь возможность влиять на Россию. И я считаю, что этот метод санкций, который вы выбрали, абсолютно неправильный. Следующее. Не только я, но и многие другие считают, что Евросоюз не был никогда еще в такой опасной ситуации. Ядром ЕС является отношение между Германией и Францией. Я был недавно во Франции. Я никогда не чувствовал такую неприязнь к немецкому правительству, как сегодня. Социалистической партии, по данным статистики, уже так и так практически конец. И они мне сказали, что вы социально уже Францию обработали. И Меркель, и правительство Германии хотят упразднить социальную направленность государства. И это нельзя делать. И это нельзя делать. Пятая республика Франции. Там социальное государство входит в основу государственности. И это не наша задача заставлять их его разрушать.